Крупнейшее предприятие региона по переработке молока и производству продукции из него. Станислав Воскресенский рабочую неделю начал с посещения и в молокопродукта. Для развития сельского хозяйства в Ивановской области предприятие это имеет важное стратегическое значение. В планах на ближайшие пять лет увеличить объемы производства молока вдвое. А это значит и на плечи переработчиков ляжет двойная нагрузка. Все-таки вот эту цепочку разбить посредническую, которая сейчас существует. К сожалению, как минимум 40% молока, которое производят сельхозпредприятия и фермерские хозяйства, идут на переработку через молочных трейдеров. В чем-то они играли и положительную роль, в чем-то и отрицательную. Но сейчас в кризис, когда цена на молоко закупочная упала, мы ощутили на себе все предприятия, что все-таки посредническая роль должна исключаться. И это самое тонкое звено в этой цепочке, самое проблемное. Ив молокопродукт может перерабатывать в сутки 200 тонн сырого молока. Правда, работают пока не на полную мощность. Поставщики в основном хозяйство из Ивановской области и небольшая доля из Нижегородской. Требования к ним строгие. Качество содержимого каждого молоковоза проверяет специальная лаборатория. Сейчас в стадии реализации крупный инвестпроект стоимостью 150 миллионов рублей. Мы будем выпускать творог, натуральный творог на высокотехнологичном оборудовании, усовершенствованная рецептура, которая в большей степени отвечает запросам потребителя. Планируем запустить цех 15 февраля 2019 года. В настоящее время активная фаза реализации инвестпроекта. Предприятие выпускает молоко, кефир, масло. В месяц более 270 наименований готовой продукции. На молочном фестивале, который проходил в Иванове в минувшие выходные, Ив молоко-продукт стал победителем сразу в двух номинациях. Гости праздника во время дегустации отдали предпочтение молоку и кефиру этого предприятия. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.